1827 год мало событий поэтому все в один год свожу я когда много я по 4 делаю когда мало один на варинское морское сражение значит и как я уже говорил 26 году подписали конвенцию британии россии о том что они будут в принципе добиваться автономии греции причем как единого государства с выборным руководством но они решали задачу практически то есть они втянули в это дело францию которая была консервативной то есть получается что россия при александре греции топила и требовала чтобы никто не поддерживала при николай наоборот организовала союз крупнейших государств европейских англии франции россии в поддержку греции поменяли резко политику 6 июля 1827 года подписали лондонскую конвенцию россия великобритания франция требуют ник турции прекратить войну с грецией дать грецию автономию на таких условиях что греция будет платить дань султану но греция внутренне будет полностью сама все решать что там делать как им там жить то есть фактическая независимость но они будут выплачивать турции дани вот это они предложили то есть такие уступки туркам чтобы они воевать перестали турки отказались то есть эти требования не от лица европейских государств предъявили туркам турки отказались поэтому в двадцать седьмом году немедленно послали туда эскадру на поддержку греков вот в двадцать седьмом году европа наконец смешалась 6 лет они смотрели как там греки героически воюет как их убивают и так далее но это была серьезная эскадра россия плюс британия плюс франция это все что там могли выставить короче это лучшее подошли они к наваринской бухте где находился единый турецко-египетский флот который оперировал против греков то есть вот все основные силы и египтян и турков там были главнокомандующий был ибрагим паша со стороны турков а у союзников было раздельной командой то есть в русский адмирал французский английский и так далее в два часа дня значит они подошли 20 октября 1827 года они послали парламентеров на турецкие корабли предлагаем сдаваться потому что но очевидно было что европа то сильнее турции турки отказались сдаваться и убили парламентеров в течение четырех часов они попросту расстреляли там весь турецкий флот естественно тоже технически они были более развиты ну надо сказать что поскольку россия все вот это и и развязала то там русская эскадра прежде всего в первых рядах было сказать что основные до силы которые там воевали это были русские корабли однако же англичане и французы их серьезно поддержали артиллерии естественно без союзников бы не победили но в общем-то это разгром то есть вот ни одного корабля не потеряли союзники европейские то есть просто подошли и просто расстреляли там весь флот турецкий вот так про это сказать но и русские там еще вылазили и грабили эти корабли турецкие сжигали и так далее но потери были тем не менее допустим у русских было 60 убитых 139 раненых но исходные потери на английской эскадре тоже турки все-таки отвечали но считается что особенно отличился флагманский корабль русской эскадры азов которым командовал лазарев но его серьезно по нему били турки потому что этот флагман там прежде всего лес и кроме этот флагман азов он как раз уничтожил фрегат командующего турецким флотом 153 попаданию получил флагман азов но не погиб ни одного корабля не потеряли на этом азове сразились будущие герои севастопольской обороны таких нахимов корнилов и стомин за подвиги в этом сражении кораблю азов присвоили георгиевский флаг то есть специальный флаг во что этот выдающийся корабль такой ну в результате разгрома турецкого флота на следующий год 1828 начнется война русско-турецкой который очень так быстро пройдет что весь флот турции был разбит и до греция получит автономию но об этом я позже скажу считается одной из решающих сражений греческой революции наконец-то вмешались европейские страны хотя греки их каждый год просили все время вмешаться во все это стоят памятники прежде всего самой греции самой тайной варинской бухте стоит соседний город пилос там тоже стоит ну естественно стоит памятники в россии есть поэма египетская наваринское сражение то есть египтяне тоже помнят это серьезный разгром египетского турецкого флота в латинской америке начинается уже дестабилизация вот поставок все освободились как я тут уже постоянно напоминаю они все немедленно чуть друг другом воевать как по региональным причинам так и по политическим что касается центральной американской федерации которую они первоначально все-таки создали это вот начиная с гондураса там из гвитамалы и кончая куста-рикой это было одно государство но там не было политического единства первоначально пришли к власти либералы лидер либералов франциско мора сам вот он такой героический креол по национальности как а все они практически был юристом по образованию но он потом начал воевать участвовал войне за независимость но как такой юрист герой войны за свободу он был депутатом возглавил либеральную партию гондураса и вот эта партия на как раз была лидирующей я говорил пришли там радикальные либералы которые немедленно занялись церковью только это входило в либеральный проект в целом уничтожение католицизма как политической силы но и вот церковники конечно создали консервативную партию против них либералы еще все время хотели рабство отменить и потом отменили что вызывало также недовольство рабовладельцев в двадцать седьмом году произошел переворот контрреволюционный арестовали этого хосе франциско марасана как лидеры либералов он бежал в сальвадор потом в никарагуа в никарагуа он создал армию из либералов началась война вот 1827 год гражданская война центральной америки но для либералов она прошла успешно значит вооружив там всяких либералов в никарагуа они начали наступать на гондурас 11 ноября они разгромили в гондурасе консерватора хосе хусту милью 12 ноября вошли в тегусипальпу и 26 ноября вошли в столицу камаягуа после чего марасана прогласили президентом гондураса как бы отделились затем они разбили уже консерваторов сальвадоре и в гватемале воссоединились снова то есть создали снова центральную америку и в 1830 году снова соединив страну марасан стал президентом федеративной республики центральной америки после того как они консерваторов разгромили они начали либеральные реформы еще более жестко в общем известен то что он активно значит конфисковал имущество католической церкви пытался изгнать ее системы образования построить светскую систему образования общем все такие классические для либералов реформы проводил уже в самой жесткой форме потому что консерваторам оказывали сопротивление соответственно уже тогда на них уже он понимал что с ним уже не договориться уже делал все как хотел ну начались восстания консерваторов все тридцатые годы подавлял их военной силы то есть диктатуру установил либеральную центральной америке тем не менее концу тридцатых годов государство развалилась именно по этой причине что консерваторы они отдельные регионы стали отделять и там проглашать власть консерваторов но об этом я поговорю значит тут еще нужно повторить вот в частности на базе этих событий что в принципе ведь то же самое произошло что в сша во всей латинской америки значит провозгласили независимость власти везде пришли либералы все эти либералы как от сша они организовали федеративные какие-то республики по региональному принципу да и в общем то вроде как должно было все как сша случится да то есть должно было по идеям либералов произойти быстрое развитие новая нация вот это как в северной америке ничего этого не произошло вот реально имеется только один пример когда либералы да разгласили независимость создали государства сделали там нацию по региональному принципу это сша ни черта подобного ни в какой латинской америке не получилось даже в бразилии но везде там либо либералы проиграли государства эти развалились пошли там войны между регионами между реальными национальностями и весь этот проект там развалился никакого процветания латинской америки нет до сих пор хотя начинали абсолютно также как сша вот из этого сами американские исследователи делают выводы о североамериканской исключительности что вот в такой форме либеральный эксперимент получился только в сша я про что потому что наши либералы заебали ссылками на опыт сша восемнадцатого века он провалился уже латинской америке начала девятнадцатого века у нас точно не этот путь и наш пути должен ориентироваться конечно на восточную центральную восточную европу где тоже пришли в демократии к национальной есть определенные успехи экономические и в плане строительства демократии но там совсем не тот путь что в сша сша не только у нас ни к чему не приведет попытки слепо копировать американскую революцию 18 века они уже в девятнадцатом веке полностью провалились вот латиносы пытались копировать опыт американской революции в частности господин хосе франциско марасан кесада и черта у них не только не получилось но привело наоборот к тому что везде пришли к власти консерваторы все государства по разваливались большей частью на отдельные никакого экономического процветания не поступило не началось и латинская америка до сих пор в заднице и там всякие режимы он принесу или лучше друзья путина до сих пор сидят и там режимы были еще и похуже и про латинскую америку я еще долго буду говорить вот поэтому до североамериканская исключительность об этом еще раз надо напомнить это очень опасно потому что вот нигде больше это не получается вот это яиц из именно исключение из всех правил вот это сша поэтому вот надо из исключения пытаться что-то к нам переносить ни в коем случае не не сработает точно в россии особый он но этот самый корпус жандармов в общем россии продолжается закручивание гаек как я уже говорил в 1826 году учредили должность шефа жандармов на которую назначили александра бенкендорфа и сформировали третье отделение то есть активность спецслужбы формируется в двадцать седьмом году они к этому третьему отделению ноги приделали создали корпус жандармов как такой вот силу который будет реализовывать искать силовую структуру при спецслужбе они постепенно их переводили то есть он как бы сначала был шефом жандармов они сначала были же в составе армии эти жандармы вот постепенно переводили в подчинение третьему отделению их в течение 26 27 годов и наконец 10 мая 27 года почему я сюда это помещаю издали положение корпусе жандармов которая действовала фактически до революции значит корпус жандармов состоял из штаба жандармских округов число которых постоянно возрастало округа делились на отделение которыми заведовали начальники отделения на одно отделение уже там приходились губерний по две-три губерний на отделение в положении корпусе жандармов более сформулированные задачи этого корпуса осведомление императора злоупотреблениях и беспорядках то есть в принципе они говорили что третье отделение она и по борьбе с коррупцией вот третье отделение на сочетала функции борьбы с коррупцией и борьбы с оппозицией но поскольку против коррупции они ничего так и не сделали коррупции продолжал оставаться высокой во все весь период царизма все время была высокая поэтому в сознании нашего общества естественно третье отделение это спецслужба которая следит за обществом ну вроде как вот неформально ставили даже жандармам задача бороться с коррупцией но из оппозиции тоже наблюдение естественно за настроениями населения пока до чем они постоянно отчеты подавали жандармы силовая поддержка третьего отделения допустим если третье отделение кого-то там конвоирует арестовывает обыскивают группировку какой-то период то это жандармы осуществляют то есть третье отделение так сказать у нас аналитики жандармы это вот их реально такие эти которые реально там за шкирку всех хватали морду били и в тюрьму отправляли командир жандармского корпуса считался как командующий армии они использовались при подавлении всевозможных также бунтов каких-то массовых и третий округ корпуса жандарма в которой польское царство вот в польском царстве реально были постоянные восстания вот он считался вообще так на особом положении это особый вот особенно в польше они соответственно и лютовали то что в польше особенно было много недовольных и которые быстро переходили к выраженным действиям к тому же судьба этого корпуса печально своей задачи он не выполнил ненавидели его все в том числе и либералы и вообще абсолютно все этих жандармов особенно к концу царизма это уже все то есть жандарм может просто ругательство было на второй день после отречения царя вот 3 марта по старому стилю царь отрекся 4 марта временное правительство упразднило охранное отделение отдельный корпус жандармов то есть всю систему спецслужб царских просто ликвидировали на второй день революции запретили им потом занимать выборные должности немедленно их разоружили в принципе воевали это когда в этом в петербурге когда восстание было это же они с жандармами таевали жандармы они до повоевали еще в питере против за заря против революции когда царя свергали они там с пулеметами жандармы сидели и стреляли в питере по этим революционерам шкловский на броневиках вылавливал жандармов там по подвалам в питере во время февральской революции ну вот все то есть все их отменили и более того вообще то есть все кто туда входили их потом арестовывали искали в чем их преступление если они остались в россии в двадцатые годы их систематически всех сажали жандарма все это все это смертной практически проголоса что революционеры их ненавидели жутко в двадцать седьмом году построили первую американскую железную дорогу это были такие филипп томас и джордж браун они в двадцать шестом году находились в великобритании великобритании строили первой железной дороги и вот эти два у нас энтузиаста они освоили опыт изучили приехали в америку 12 февраля 1827 года они организовали собрание акционеров в городе балтимор убили правительство штата что нужно построить железную дорогу в америке из города балтимор по направлению к реке агайо цель дороги была в принципе сначала тоже грузовая сначала грузовые дороги строили то есть перевозка продуктов и через север штата нью-йорк то есть вот там не за чтобы в балтию развозить продукты видимо и штата нью-йорк как я понял но потом они естественно сделали также пассажирской и расширяли строительство железной дороги начали 4 июля 1828 года провели торжественную церемонию открытия первый участок железной дороги вот этой балтимора гаю вошел в эксплуатацию 24 мая 1830 года далее в тридцать первом году они начали строительство ветки из балтимора в вашингтон эта ветка открылась тридцать пятом году то есть вот первая такая достаточно длинная железная дорога сша это тридцать пятый год потом уже они от нее продолжали ветвиться и расширяться то есть вот это вот кстати проект же из петербурга в москву в россии это тридцать седьмой год это в общем-то гигантский по тем временам это папа одна из самых длинных было потому что вот только-только в америке начали строить балтимор вашингтон открыли то есть тридцать пятом году ну в общем вот с двадцать седьмого года железной дороги строится также и сша и тогда отмечается все вот основание железной дороги очень много конечно в истории сша большую роль сыграли то что страна большая они и связывали и это событие очень очень важно для америке